МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Супрацовники милиции из всей Беларуси учатся в Могилеве мову жестов. Для чего и я поспехи. Далее у выпуску. Узровень озеленения городов и населенных пунктов повинен быть не меньше 40%. До такого показчика мкнутся экологи Могилевской области. Названые личбы уже достигнули в Черекове и Бялиничах. Про это поведомили специалисты областного комитета природных ресурсов и охованного кольного осярода. Как отзначили на коллегии ведомства, ближайшим часом плануют повиалишить колькость древа и кустарников у Климовича в Славгороде-Мстиславе. Дорогие лета жахары региона высадили амаль полторы сотни тысяч древа. Планировалось 15 тысяч деревьев насаждений, деревьев посадить, более 19 тысяч кустарников. Но в итоге, наверное, благодаря субботникам, выходам населения, предприятиям, организациям, у нас получилось 140 тысяч деревьев и около 30 тысяч кустарников, которых мы сумели в 2019 году это сделать. Могилевские регионы – это, опять же, за все, буйный промысловый узел. Тому, как отзначили на коллегии, вельми важно захавать такие подходы, яке дозволяюць выращать успехово и пытание экономичного развития региону и при этом иметь ашатные относины до природы. Меня, конечно, очень интересуют темы работы с отходами. Эта тема сегодня тоже стала очень актуальной и она всегда вообще была актуальной для всех территорий, для всех стран, даже страны с высоким уровнем развития. Тем не менее, с этой проблемой очень сложно находят решение. Поэтому хотелось бы подетальнее посмотреть эту тему. И селиты экологи Могилевской области так само протягнуть боротьбу с чужородными рослинами – борщовником Сосновского и золотарником. Татьяна Сергеевич, Алена Бубликова, Миколай Соболев, Новины региона. На леса населённой плантации годовальника Белынська Галязгаса с ранку працует техника. Степлые женщины апарнаются копировку и вздымаются у неба за шишками. У день сбирают по четыре ведра. Интерес, побольше шишек нарвать и тянешься, и рвешь, и рвешь, и оно тело согревается. Гэты и шишки одни из обычайных сосен, привитых, с полепшиной населной якостью. Яны переважают у росте, вышине и диаметры. З их и формируют будущие лесы Могилёвшины. Мы находимся на поле посевное отделение сосны обыкновенной. Получили семена из тех шишек. Это поле площадью 0,2 гектара. И уже этой весной мы высадим наши сеянцы в лесные культуры, в лес, из которых вырастет лесный массив. У гадавальнику у Раджай сбирают круглый год. И отсутность снега, щиро кажут работники, только у плюс меньш вильгости для собранного материала. Сбирают шишки и у Ляхсах. План для Беллинского лесогаса на гэты год 12 тонн сосновых шишек, за яких отримать 120 килограммов насения. Собранный материал накеровывать на селекционную базу под Минском, где шишки просушать и сберуть насения. Частко отправляют у гадавальник для одновления своих площадь и на экспорт. В прошлом году мы продали 64 килограмма семян, ну где-то на 22 тысячи рублей. А планы на этот год? План на этот год, ну пока идет, формируем заявки, поступают тоже от других лесхозов. Летость. Лязгасы в области реализовали маль 3400 килограммов насения, за яких 868 килограммов накеровали на экспорт. Сбор будет продолжиться до конца зимы, а фактично, по коль температура поветра не пошли повышаться и шишки не раскрыются. Андрей Шуляк, Кристина Каранкевич, Юрий Ауласов, Новины региона. Кристина Каранкевич, Юрий Ауласов, Новина региона. Кристина Каранкевич, Юрий Ауласов, Новина региона. Как отзначил Вячеслав Крылов, пешеходным переходам треба додать светла. В улице областного центра дренно подсвечены, и это проблема. И она уличба к статистики. С 405 ДТЗ в минулым годе 150 наезды на пешеходов. Большинство наездов на пешеходов по-прежнему происходит в темное время суток. 82 ДТП. И вот мы даже по этому году смотрим, что на сегодняшний день проблема эта остается. Поэтому мы даже в этом году планируем немного сместить свой график работы и работать в более раннее время, чтобы работать именно на пешеходных переходах с нашими пешеходами, с нашими водителями, чтобы они при подъезде к пешеходным переходам, ну, во-первых, снижали скорость однозначно, и очень аккуратно проезжали вот эти вот объекты. Что изменится еще? На дорогах повеличится колька стационарных датчиков худкости. Инспекторы ДАИ Усичастей будут сочить за парадком на пешеходных переходах и не покинуть без уваги инших удельников РУХУ. Граждане звонят и сообщают о водителях, которые управляют транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Вдумайтесь, за 2019 год сотрудниками области выявлено 2263 факта управления транспортом в нетрезвом состоянии. Такая взворотная совесть с насильницем и контроль за рухом сбоку специалистов на домку начальника ДАИ повинна поменьшить колькость ДТЗ. Наталья Ильинич, Миколай Соболев, Новин Региона. Незаконно подстрелили Козулю, а та и оказалась еще и тяжарной. В Бабруйском районе затримали трех мужчин, яких обвинувачиваются в браконьерстве. Автомобильная, кемьяны ехали из леса, спынили инспекторы ДАИ. У багажнику авто лежала забитая живела. На месте здарения инспекторы ДАИ выкликали оборонцев флоры и фауны и по культе ехали, а один затриманных со стрельбы в руках спробовал сбегче от правооховников, але был затриманным. При проведении осмотров домовладений данных граждан изъято пять охотничьих ружей. Также следственной оперативной группе передана туша косули. В настоящий момент ведется следствие. Максимальное наказание, которое может грозить нарушителям, это лишение свободы сроком до шести лет, а также конфискация транспортного средства. Супрацовники милиции из всей краины з'ехались в Могилевский институт внутренних справ. На протягу двух тыднях две группы тут выучали мову жестов. Гэта вельми необходна для супрацовника правооховных органов, для зносин с людьми, что мают в порушении слыху. Те отрималася за тыдень выучить новую мову, доведалися наши корреспонденты. А что вы спросили у человека? Скажите, что случилось. Для супрацовника органа внутренних справ вельми важна волода тьмовый жестов. Буд на практице милиционерам доводится размолять и оказывать допомогу у тымлику и людям с проблемами со слыхом. Была ситуация в том, что в заведении мы задержали пять человек. Из них показалось, что ни один из молодых людей не могли разговаривать. В итоге мы узнали, что они глухнемы. Ну и пришлось на протяжении с 8 вечера до 8 утра писать на листочек вопрос-ответ и выяснять обстоятельства по данному вопросу. У таких ситуациях часто доводится завертаться до допомоги вузских специалистов. Дякуючи курсам милиционеры самостоинно могут вести такую утраку. На протягу тыня правоохранники выучили дактильный алфавит и разобралися с декадаванием тексту. За вот этот короткий срок мы успеваем, скажем, взять только основные такие тематические пласти жестовой лексики, посвященные знакомству, преступлениям, воровству, убийству. То есть то, что связано с деятельностью сотрудников правоохранительных органов и что им поможет вступить в коммуникацию с неслышащими людьми. Каба володать невербальной коммуникацией, треба некольких годов. Жест твоя мова, як замежная, якую треба выучать и практиковать. Это довольно-таки несложно. И жестикуляция, и прочее, оно быстро усваивается, в принципе. Так что я не вижу с этим проблем. Если заниматься, это даже ежедневно хотя бы уделять 5 минут этому времени, то можно быстро приобрести те или иные знания. Многие субпрацовники органов внутренних справ выказали жадание протягнуть в обучение жестовой мовы и после закончения курса в Могилевском институте. Татьяна Славьо, Александр Артемьев, Новина Рахиона. Шлях адыграков да распроцовщиков Гульни у Беларусско-Российском университете выпустили первых наученцев новых адукационных курсов. Чим цікавый этот проект – подробностей в сюжете. Студент Беларусско-Российского университета Станислав давно Мару научится не только гулять, а и самостоянно створать видеогульни. И когда на базе ВНУ открылись бесплатные курсы для распроцовщиков, молодой человек начал ожитогулять свою Мару. Как выник – уластная Гульня. Это игра от первого лица, так называемый шутер. Там используется мир, который пережил некую катастрофу. И, соответственно, игроку надо будет как-то взаимодействовать, находиться, жить в этом мире, выживать. Идея створить таки адукационный курс належит команде строг студентов БРУ. Вечаслав Станислав и Сергей выросли не только брать веды, а и выкладчику, а ли и делиться ими. Причим – бесплатно. Все это на голом энтузиазме, на какой-то просто внутренней духовной энергии, потому что, и правда, времени очень много занимает и учеба отлично, и работа с курсами и разработками. Но все это получается, потому что мы же молодые, у нас ни семьи, ничего нет. У нас все свободное время, мы все стараемся тратить в развитие. А ли без допомоги у такой справе не быстись? Тому идею подхопило Агентство регионального развития. С этого года мы решили попробовать вовлечь непосредственно самих учащихся в этот процесс. Была сформирована группа ребят, которые проводят обучение в сфере компьютерной графики. И, как правило, это получается хороший эффект, когда коллеги друг другу рассказывают не со стороны преподавателей, а со стороны друг друга. Проект оказался успеховым. Тому в Беларусско-Российском университете уже рыхтуется принять новый поток будущих распроцовщиков. Татьяна Славьева, Дарья Семенько, Миколай Соболю, Новины Регионы. Сучасный погляд на историчный светский костюм магната и шляхты Великого князства Литовского админских мостачек Ларисы Шилок и Вольги Матусевич. Творчая фантазия позволила уявить, как праналися наибогатейшие люди 16-17-го стагодзе. Восемь шиконных строев представлены на выставе у Могилевске музеи этнографии. Жакард, шелк, органза, коронки гипюр, тасьма, перлины. Усяг эта роскоша на выставе гисторичной вопротки у этнографичном музее Могилева. Это не подлинный исторический костюм. Это реконструкция исторического костюма. А если быть совсем точными, то это представления сегодняшних мастеров о существовании исторического костюма в 16-17 веке в государстве Великого князства Литовского. У каждого экспоната своя история и дизайн. Например, у лилеи основан элемент малюнка – знак улады и могутности. Гербовый знак некоторых родов Беларуси вяншали пялестки лилей. Рысы костюма зангли у перлине. В тот период носили очень длинные рукава, разрезанные, иногда прям вот от плечевого пояса. И можно было увидеть рукава нижнего платья, тоже богато украшенные, отделанные богато. Ну, такой плоский лиф, богато орнаментированный. Все это вышивалось золотой и серебряной нитью с обязательным дополнением жемчугом. В образ ведомой Барбары Радивилл натхнил створальниц на такую коллекцию. Тому я ее и назвали Барбара. Белая панна и черная панна нагадывают про легенду. До речи, проект «Спадшина золотого стагодзя» – это не только выстава исторического костюма. Тут представлена лапиковая шытью и картина Александра Суворова. Выстава у этнографичного музея будет продолжиться до 10-го соковика. Алена Громова, Александр Тарасов, Новины региона. Истотные опадки и налипание мокрого снегу прогнозуют синоптики в области на ближайшие дни. Середа в регионе почнется часовыми опадками в выгляде дождю и мокрого снегу. С гололюдицей и плюсовыми температурами до трех выше за нуль. Учать верм, мокрый снег будет исти больше интенсивно, а ветер измоцнится. Температура по ветру будет не надто комфортной – от минус двух до плюс трех. В ночь на пятницу все подмерзнее, опадка станет меньше, а температура застанется на таким же узровне.